Средняя зарплата в стране будет 374 тысячи тенге в месяц. Вырастет и продолжительность жизни с 74 до 76 лет. Пять вузов войдут в международный рейтинг. И все мы будем жить в экологически чистых регионах. А прилавки будут ломиться от разнообразия. Все это и многое другое согласно национальному плану развития до 2029 года. Его составили чиновники. И согласитесь, он вдохновляет. Но здесь не стоит забывать, что за эти годы были десятки госпрограмм, стратегии развития, которые не всегда приносили плоды. Да и эффект порой был сомнительный. Обсудим тему с Павлом Олеговичем Казанцевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел Казанцев. Родился 22 марта 1960 года. С отличием закончил Целиноградский инженерно-строительный институт. Трудовую деятельность начал инженером в 1982 году. В 1995-м стал заместителем Акима города Ахмолы. С 2007 по 2015 годы работал в Народно-демократической партии Нур-Отан. В 2016-м был избран депутатом мажориса парламента Республики Казахстан. Павел Олегович, госпрограммы, нацпроекты для обывателя, в принципе, это одно и то же. В чем разница? Расскажите. Госпрограммы, кстати, очень сильно себя дублировали. То есть, допустим, из 15 программ 4 госпрограммы дублировали себя по жилью. И там, и там, и там закладывались деньги. И там, и там у семи нянек был дитя без глазу. Последние госпрограммы, по-моему, в 2022 году, если не память не изменяет, они все были закрыты, поставлены на утрату. Национальные проекты, более четкие индикаторы и, значит, более четкая и персонализированная, значит, ответственность были составлены. И сейчас, в настоящее время, работает три национальных проекта. Это сельское здравоохранение, это комфортная школа и это доступный интернет. У людей складывается ощущение, что и эти госпрограммы, которые были, и нацпроекты, вот с какой стороны ни посмотри, все одно и то же. Вот для них это просто переименование, за которым нет эффекта, нет результата. Вы так считаете? Нет, я так не считаю. Значит, качество планирования и проектирования и предвидения, скажем так, национальных проектов, она более жесткая. Но здесь возник вопрос еще, значит, почему у нас проекты тоже начали пробуксовывать. Это система нашего бюджетного кодекса. Кодекс бюджетный у нас рассматривается, потому что процедуры, выделение ресурсов на реализацию у нас проектов запаздывают от плановых показателей примерно на полгода. Март, апрель пойдут деньги, в июне, когда уже поллета на юге прошло, да, пойдет мобилизация на дороги, на водные там какие-то работы, потому что зимой нельзя делать. То есть тоже здесь нужно вот приводить в порядок бюджетное планирование. Но при этом тут у меня вопрос. Не успевают закрыть проект вовремя, но, учитывая какие-то новости, успевают что-то себе в карман положить. Как так происходит? Но, к сожалению, это беда, с которой борются. Коррупция немножко сужается, снижается. Но, тем не менее, увы, это имеет место быть. И мы видим по количеству всевозможных уголовных дел, возбужденных за последний год даже, достаточно большое. А вообще есть какой-то детальный отчет по этим нацпроектам, госпрограммам, которые были, чтобы рядовые казахстанцы могли куда-то зайти с ними, ознакомиться? Открываем сайт Миннацэкономики, там вся эта информация есть. Есть информация в государственных органах, которые закреплены за национальными проектами. Другой вопрос, что очень мало комментирующих материалов. То есть есть сухой материал, а сухой материал читать тяжело. То есть важно еще подчеркнуть, казахстанцы должны этим интересоваться и детально в это вникать. Потому что это уже дополнительный контроль, который может быть на много действий. Причем это очень интересная работа. К примеру, педагоги, родители, все заинтересованы, чтобы у нас было достаточное количество школ, не было трехсменных школ, это задача минимум. А комфортные школы, это школы повышенной комфортности с точки зрения обучающего процесса. Соответственно, педагоги заинтересованы посмотреть, а где, а сколько будет этих комфортных школ. А будут ли они построены, или они будут построены на бумаге, потом, алах, это все, так сказать, куда-то денется. То есть это все можно информацию найти и задать вопрос, прочитав вот эту базовую информацию. Так что здесь только призыв интересоваться этой информацией, которая на сайте первоисточники существует, есть, и с ними можно работать. Программа «Артспорт» которая была, она как раз заинтересовала и родителей, был и общественный контроль. Сейчас все спрашивают, когда вновь запустят что-то подобное. Хорошо говорили на бумаге, да забыли про овраги, да? Программа «Артспорт» должна была обеспечить детей бесплатными кружками и секциями, но на деле погрязла в коррупционных скандалах. Не все родители смогли записать детей, не хватало тренеров, залов. Вдобавок, некоторым поставщикам услуг не заплатили за проведенные занятия, и венцом стали обвинения в коррупции и уголовные дела. В итоге сейчас запускаются альтернативные платформы, которые также подвергаются критике. Значит, программа была растащена чиновниками через подставные, быстро организуемые, а у нас моментально сейчас бизнес можно любой организовывать, значит, структурами, которые заявляли, что они будут тем-то, тем-то, тем-то заниматься, на самом деле брали деньги, ничем не занимались, в итоге ни денег, ни спорта, ничего не получилось. То есть и та маленькая компонента, там 40, может быть, процентов, ну, 50, может быть, процентов, которая сработала правильно, она дала вот этот вкус, интерес, она дала оценку, положительную оценку, значит, и, соответственно, эту программу, значит, сейчас дорабатывают по механизмам ее реализации, чтобы не было такого распила, дичайшего распила. Из трех нас проектов, которые есть, и из десятка госпрограмм, которые были, вот для вас лично, что было нам более эффективно? Я могу уверенно сказать, что цифровизация – это один из, наверное, самых успешных. Там и госпрограмма это было, и нацпроекты эти были, и сейчас интернет. Да, у нас есть критика, что не во всех селах доходит интернет. Это связано с объективными, субъективными условиями. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо.